Время выбрало нас. Именно такой, мягко говоря, неоднозначный лозунг выбрали организаторы Всебелорусского народного собрания. Двухдневный форум впервые собирался в качестве конституционного органа. ВНС им стал после недавнего изменения Конституции Беларуси. Из 1166 участников две трети составляют чиновники разного ранга, а еще 400 – тщательно выбранные представители гражданского общества из числа провластных организаций. В первый день делегаты выбрали председателя ВНС. И тут сюрприза не произошло. С единственным голосом против им стал Александр Лукашенко. В итоге он будет совмещать две должности. Важно понимать, такая система нигде не работала, ни в какой стране. Это творчество людей, которые получили приказ встроить ВНС в Конституцию. И она может работать только при том, что все должности будет совмещать Лукашенко, все ключи будут в его руках. Если что-то будет не так, то она, конечно, разбалансирует государственную власть, и это будет новая нестабильность. На ВНС у Лукашенко впервые появился заместитель. Им стал помощник Лукашенко Александр Косинец, медик по профессии, ранее возглавлявший администрацию президента. По новой конституции ВНС называется высшим органом власти и имеет колоссальные полномочия. Впрочем, аналитик Александр Косковский называет ВНС пятым колесом в госсистеме, ведь изначально орган задумывался для транзита власти. Скорее всего, это отголоски событий 2020 года, когда Москва действительно подталкивала, судя по всему, белорусского правителя к транзиту, потому что был серьезный, острый общественно-политический кризис. И Лукашенко сделал вид, что он согласился, перелицевал Конституцию. С тех пор много воды утекло, и два фактора имеют решающее значение, определяющее значение. Во-первых, то, что задавлены протесты, и в стране создана атмосфера террора, атмосфера страха. И второе, что Путин начал широкомасштабную войну против Украины, и ему нужен надежный союзник. И действует сейчас для Путина, видимо, принцип, что коней на переправе не меняются. Считать ВНС самостоятельным органом тоже не стоит. Все органы, которые, помимо Лукашенко, есть в стране и формально считаются государственными структурами, являются ширмой для власти Лукашенко. Я напомню историю ВНС, когда был парламент, Верховный Совет 13-го созыва, который пытался быть более-менее самостоятельным, законодательным органом. Его Лукашенко это очень не устраивало, и он впервые тогда провел Всебелорусское народное собрание как альтернативу парламенту. Конечно, эта альтернатива была ширмой, и после 96-го года, когда впервые вообще исчезли все элементы системы сдержек и противовесов, разделения властей, то все структуры стали ширмой. Поэтому еще одна ширма, но она не влияет на ситуацию. Там могут быть озвучены какие-то решения Лукашенко, которые имеют значение, имеют последствия, а все остальное не имеет ни значения, ни последствий. Во время второго дня ВНС делегаты единогласно утвердили военную доктрину и концепцию нацбезопасности Беларуси. Они связаны с переделкой Конституции и с тем, что оттуда были вычеркнуты важнейшие для Беларуси положения о ее нейтралитете и безъядерном статусе. Теперь это все выброшено в мусорную корзину. Теперь уже и в этих вот документах, по сути, декларируется привязка к Москве, к ее военной машине и к ее картине мира, когда вокруг злобные эти западные агрессоры, а мы будем им давать отпор. То есть вот то, что с таким трудом было выработано и заложено в Беларусскую Конституцию в 1994 году, все это теперь перечеркивается. Я имею в виду нейтралитет и безъядерный статус. Лукашенко, напротив, козыряет тем, что он притащил сюда ядерное оружие и пытается уверить, что это дополнительный фактор обеспечения мира и безопасности. Во время своих выступлений Лукашенко яростно критиковал Запад и не раз вспоминал про протесты 2020 года. Собрание, которое проходит на фоне непрекращающихся репрессий в стране, лишь подчеркнуло, что у Лукашенко нет видения для страны, уверены в лагере Светланы Тихановской. Он не говорит, что будет лучше. Он говорит, что если его не будет, то будет хуже. Даже что будет, когда он останется, тоже непонятно. Что-то предложить нет ни сил, ни ресурсов и не поверит никто. Потому что уже дело не в идеях, а в том, что сохранение власти, как главная цель, не может двигать страну вперед. С этим согласен и аналитик Лосковский, сравнивая ВНС со съездами КПСС. И это лишний раз подчеркивает, что у этой власти нет идей, нет концепций, нет видения будущего. И все сводится только к одному. Любой ценой удержать власть, причем власть одного человека. И для этого рисуются такие орловские картины мира и того, что происходит вокруг. Лукашенко просто хочет заморозить время. Во время ВНС Лукашенко подтвердил, что никуда уходить не собирается. Однако назвал кодовое слово для своего ухода. Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете «все». И когда рядом будет стоять человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь, который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью. Кроме того, на ВНС Лукашенко напомнил уехавшим активистам, что они вредят своим родственникам, а также посоветовал забыть о своей собственности в Беларуси. Субтитры создавал DimaTorzok